Всем привет! Сегодня я перед вами отчитаюсь за маникюр, который я носила уже очень давно. Хотела его раньше переделать, но никак не получалось. Да, носила так, что ногти половину просто практически потрескались. Как вы знаете, перенашивать маникюр я не люблю, но бывают жизненные ситуации, когда просто не успеваешь переделать и ходишь вот с такими вот руками, и хочется их все время прятать и ни в коем случае никому не показывать. Поэтому переделываю сегодня с большим удовольствием, тем более впереди вас ждет очень интересная новость, от которой я сама в шоке чуть-чуть. Я начала проходить курс и хочу вам о нем рассказать. И сегодня будет такое мое первое пробование на ручках. Специально без вас ничего не пробовала, все вместе с вами, конечно же, делаю. Поэтому, думаю, будет вам интересно, не судите строго. Но, в принципе, все вы увидите чуть-чуть попозже. Снимаем маникюр очень аккуратно. Конечно же, есть отслойки, потому что переношенные ногти есть переношенные. Там что только может не завестись, и всегда я снимаю их с опаской. Лучше, конечно же, не рисковать и переделывать через 3 недели максимум. Но, как видите, месяц-то я относила точно. Если считать, что у меня еще вдобавок слоятся безумно ногти, я не знаю, что с ними делать. Скорее всего, будем с вами укреплять гелем или полигелем в следующий раз. Потому что мне уже самое надоело, что они у меня все время ломаются. Причем не материал отходит, а именно ногти расслаиваются. Это видно, когда спиливаешь покрытие, как будто бы оно отслоилось. На самом деле, отслоилось вместе с ногтем. После того, как я ноготочки подготовила, сделала уже маникюр, наношу выравнивающим слоем базу. И уже, понимаете, приятно, что я начала переделывать ногти. Можно оставить просто с базой, хотя бы ходить вместе с ней. И уже намного лучше, чем отросшее покрытие, которое очень сильно видно. И на все ногти также я наношу белый гель-лак. Фиорова мне нравится, как сам выравнивается. Пигментация в два слоя отличная. Никаких нареканий, поэтому до сих пор пользуюсь. Что белым, что и черным цветом. Они у меня, в принципе, фавориты. И вот такие ноготочки получились. Но меня прервали, к сожалению, в виде съемки. И прошла аж целая неделя перед тем, как я начала делать вообще дизайн. Вообще ничего страшного нет. Если у вас отросло покрытие, вам надо свежее. Просто бафите, заново делаете маникюр. Без базы наносите просто цвет и сверху перекрываете топом. Все. Носиться у вас будет замечательно. Вот такой способ вполне меня спасает. И теперь хочу вам рассказать про курс, который я прохожу до сих пор. Мне он безумно понравился. И я хочу с вами поделиться впечатлениями. Это курс акварели на бумаге. И на самом деле на сайте очень большой выбор курсов. Там каких только нет. Есть для начинающих курсы по рисунку и живописи для взрослых. Также мастер-классы для двоих. Мастер-классы картины за 3 часа. Я вам советую заглянуть на сайт и посмотреть. Я сначала отнеслась скептически. И думала, ну, вроде зачем, не зачем. А потом как втянулась. Так как мне это безумно понравилось. Я вам скажу от себя, какие плюсы для меня вообще получились в ходе вот этого увлечения. Самое первое, это, конечно, увлекательно. Я как засела, я не могла вообще остановиться. У меня сутки пролетели настолько незаметно. И я еще вдобавок даже не устала. То есть это то увлечение, которое дает только положительное. Еще я заметила за собой, что не надо себя заставлять. Если у меня появилось свободное время, с большим удовольствием сажусь и прям релаксирую. По-другому даже не сказать. И затягивает это однозначно. Как я вам сказала, первый раз я просидела сутки, ни капельки не устала. И еще я заметила, что это очень классный антистресс. Если нервничаешь или что-то там не получается, вот сядь, порисуй и все пройдет. Огромный плюс для меня, почему именно курс акварели в такой технике. Мысль у меня была одна, ее можно применить на ногтях. И еще больше мне понравилось то, что на ногтях вообще мизерный расход материалов. И это получается недорого. Конечно, когда закупаешься, кисти, краски, это есть неопределенные вложения. Но в целом расход получается небольшой. Плюсом для себя я отметила, что это полезное проведение времени. Также для меня это оказалось еще и отдыхом. То есть я отдыхаю теперь тоже с пользой. Ну и в завершение хочу сказать, что работа с кистью это развитие моторики. И вот у меня рука как-то по-другому начала себя вести. И даже на ногтях мне стало проще держать кисточку. Вот такие вот отметила для себя плюсы в этом курсе. И буду дальше с удовольствием заниматься. И, конечно же, перед вами отчитываться. Если что-то у меня интересное будет получаться, конечно же, с вами буду делиться. То есть я вот села, первый раз я не понимала, что такое акварель. Ни капли. Первые два урока я сидела с вылупленными глазами. Потом втянулась и поняла. Если ты первый раз изучаешь вообще акварель, видишь ее в глаза, то лучше задание повторять несколько раз. То есть отрабатывать их хорошенько. Если уже есть какой-то опыт и вы просто забыли, как рисовать, для напоминания тоже отличный вариант. И для тех, кто давно рисует, но не имеет базовой знаний и основы. Вот я вам советую. И вообще это увлечение подходит для всей семьи. Я думаю, девочки, вы оцените. Если любите тем более рисовать и в такой технике еще не пробовали, советую попробовать. Также от сайта для моих подписчиков действует скидка 10%. Я оставлю промокод и ссылку под видео. Надеюсь, вам она пригодится. Ну а мы с вами продолжаем смотреть на мои обновленные ноготочки спустя неделю. И для того, чтобы использовать акварель на ногтях, я только покрываю их матовым топом. Мой страх больше всего, конечно же, был в том, что она не будет сохнуть на ногтях так же быстро, как на бумаге. А все из-за того, что там в составе получается вода. Вы же водой ее разбавляете. Но это опасение вообще напрасно. Отлично она сохнет. И забегая вперед, скажу, что даже топом не смазывается совсем, что я тоже очень сильно боялась. Гель-краску я сегодня использовать не буду, а именно возьму черный гель-лак. Вы знаете для чего? Чтобы полосочка была более воздушная и не сильно прям чернющая. Нам нужна очень легкая и тоненькая веточка. На безымянном ноготочке я нарисовала такую жуткую, что ужас. А на среднем получилось более аккуратно. Поэтому я ее оставлю, а на безымянном перерисую. Дальше цвет взяла алый. У меня акварельные краски и в тубах, как я вам показала. И в кюветах выгоднее для бумаги, конечно, брать в тубах. В кюветах брать неплохо. Они у меня тоже есть. Для ногтей использовать буду только их, потому что они сухие. Выкладывать из тубы маленькое и очень мизерное количество краски – это неудобно для ногтей. Для бумаги вообще супер. Так что, если вы планируете этот курс изучить и дальше использовать его на ногтях, то лучше, конечно, в кюветах. Если вы планируете только рисовать на бумаге, и это сделало такое увлечение, то в тубах, мне кажется, намного выгоднее. Но, опять же, спросите у преподавателя, если соберетесь проходить курс. Я думаю, она вам подскажет намного лучше, чем я, потому что я только начинаю, и это мое умозаключение вот на первых порах. И вы знаете, на ногтях мне показалось рисовать даже увлекательнее, чем на бумаге. Рисунки мелкие. Кисть я брала искусственную, которую советовала преподаватель, и с помощью нее и рисую. Вы сами видите, что краски акварельные очень быстро высыхают. Если есть лишние, с помощью кисточки убираем. Плюс еще техника есть в обучении, как вести каплю. Там очень много всего интересного. Но сегодня у нас экспериментальное видео. Я первый раз пытаюсь порисовать акварельными красками на ноготочках. Конечно же, все сразу не получится. И забегая вперед, скажу, что на среднем пальце получилось хуже всего. Лучше всего мне понравился безымянный. Какой-то он такой рисунок получился более воздушный, более ровный. Но если потренироваться, он будет просто великолепно выглядеть. И на весну с такой дизайн сам это. Под камерой не очень удобно было рисовать. Но, вы знаете, это своего рода практика. Я очень сильно хочу кого-нибудь из девочек попросить вообще, чтобы они разрешили мне порисовать акварельными красками на ногтях. И, конечно же, вам это все показать. Когда я пройду еще один какой-нибудь рисунок и смогу сделать что-нибудь более сложное. Пока что я решила что-нибудь сделать очень простенькое. У себя на ногтях попробовала сделать вот такие вот небольшие лепесточки. Ушло у меня на весь дизайн с покрытием и стопом минут 10. Я поняла, что можно было показать что-нибудь и посложнее. Так что обязательно, думаю, вам это покажу. Решила я испортить свой рисунок тем, что мне показалось многослойное. Что-то прям интересно будет на самом деле. Вот эти веточки, как они у вас в первоначальном варианте были, надо было и оставить. Смотрелись они нежно и красиво. Но сегодня у нас день экспериментов, поэтому мы делаем все возможное, что с ними можно начудить. Ну и заключительный этап. Это, конечно же, топ. Я прям с боязни его наносила. Боялась, что сейчас раз и как стемпинг какой-нибудь потянется за кисточкой. Но ничего подобного. Все замечательно перекрылось, не растворилось, высушилось и прекрасно носится. Но на этом мои эксперименты не закончились. Захотелось мне попробовать сделать цветок, которого, ну вообще, я не знаю, наверное, его не существует. Я не хотела этот отрезок видео вообще вам выкладывать, но решила, что надо. Так как опыт это хорошо, тем более, если вы видите ошибки, то для себя вы их отметите и такие же не свершите. После того, как акварельные краски высохли, я красным, чисто алым цветом просто делаю прорисовки. Надо было кисточку взять потоньше, хотя, вы знаете, вот с помощью этой кисточки все отлично получилось. Я вам скажу так, всегда надо пробовать. Не бойтесь ошибаться, в этом ничего страшного нет. На ошибках мы и на чужих, и на своих учимся. В этом и есть смысл. Так что вот такой маникюр у меня интересный получился, необычный для вообще моего канала. Никогда таких рисунков я не делала. Я вам скажу, что на безымянном рисунок не нравится. Я бы оставила только его, остальные все ноготочки сделала белые, и все, больше я бы ничего не меняла. Но так как мы сегодня наэкспериментировали, то, с другой стороны, на указательном рисунок тоже получился очень живенький, весенний. И можно его оставить вместе с белым цветом тоже только его один, и больше не добавляет на среднем. По-хорошему, конечно же, надо было бы рисунок спилить, но этого делать не буду. Буду сравнивать и понимать, какие ошибки наделала, и почему так получилось неровно. А на этом все. Спасибо вам большое за просмотр, спасибо за внимание. Надеюсь, вам видео понравилось. Желаю вам всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, здоровых и красивых ноготочков. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok